У меня сейчас 37, и такой возраст, когда начали умирать друзья. Да, и это, блядь, очень тяжело признать, вообще тяжелая тема. Особенно, если они тебе денег должны. Там просто непонятно, блядь, с кого спрашивать вообще, что делать-то, откуда. И, блядь, что я могу, оградку у него забрать, блядь, или что. Не, ну я нашел плюсы, я нашел хорошие, да, короче, удобно. Я использую его личку ВКонтакте, как Яндекс.Диск. Неограниченный, понимаете, туда. Фильмы засылаешь, песни, фотки, блядь, там вообще гигабайтов бесконечное количество. Пользуйтесь. Тут просто стороны выглядят, как будто я над ним угораю. Типа, братан, смотри, у меня тут семья, дети, ебать. Послушай, новую песню Зиверт, зацени. Короче, у меня есть товарищ, с которым я при жизни меньше общался, чем сейчас. Он меня сезон Киша посмотрел уже, ебать. Ой, блядь. А недавно, короче, мне товарищ один ответил. Блядь, я сначала подумал, какая-то песня не понравилась ему. Потом открыл, читаю, пишет, проголосует за меня в конкурсе. Я думаю, блядь, а что у вас там за конкурсы такие? Кто следующий на Пасху вернется, ебать. Что, блядь, разыгрывается, скажите. Но я не стал голосовать за него. Я думаю, братан, не лучше время возвращаться, слушай, блядь. Посиди еще там, блядь, яблочки поешь. Не, но есть и хороший пример. У меня бабушка, реально бабушка в Керче, ей 95 лет. Серьезно, 95 лет в Керче живет, вообще кайфует. Прекрасно. И она мотивирует, чтобы не расслабляться. Вот можно как бабушка, то есть. А так как она живет в Керче, а я в Москве, она думает, что я, блядь, все знаю вообще. Она меня все спрашивает. Спрашивает, типа, почему развелись Кикоров и Пугачева. В 23-м году, ебать, вопрос. Чем закончился дикий ангел? Вот такие, может, такие спрашивайте у меня. Аня Дана спросила, говорит, Единая Россия хорошая? Блядь, ей 95 лет. Ну, то есть, может, сердечко не выдержать, понимаете? То есть, там прям, блядь, вообще лучше не расстраивать человека. И у меня какая-то дилемма, либо единороссов поддержать, либо двушка в Керче. Блядь, меня так Навальный не соблазнял, реально. Ну, я, типа, собрался, думал, блядь, ну, сказал, что хорошие. Думаю, ну, бабушку, чего расстраивались? Говорю, хороший бабуль. А она пошла своим, блядь, под подружками всему двору растрепала. Они пошли, все проголосовали, блядь. Это я теперь кремлебот, получается, или что? Три столба пропаганды у нас, ебать. Киселев, Сольев, Филин. Потом сам пошел, когда голосовать. И такой, вспоминая слова бабушки, она меня всегда учила. Она говорит, Ром, не сиди на холодном и отвечать за базар. И я тоже проголосовал за Единую Россию. Че делать, блядь? Бабушке же, ему сказал. И я понял, что у нас вот так, блядь, всегда. Мы всегда боимся кого-то расстроить, блядь. Бабушку, начальника Дмитрия Анатольевича. А потом так вот, херакс, херакс, ты живешь, и ты уже дедушка. Ты приходишь тоже голосовать, смотришь, блядь, за кого, и думаешь. Блядь, ну я всю жизнь прожил при Единой России. Почему молодежь должна жить иначе, ебать? Единая Россия, блядь. Короче, ходили с женой в ЦУМ. Ходили с женой в ЦУМ. На Новый год водил ее. Показать, как есть магазин, какой в Москве. Короче, а там, а там по ПИЗа стоит 200 рублей, представляете? 200 рублей пописать, серьезно. Вдвоем 400. Охереть, вообще-то. А как бы зима, Новый год, там не скажешь, и дорогая, сгоняй за мавзолей. Блядь, воды попить 100, пописать 200, ебать. Вот там золотой дождь откуда взялся. Ну, как, что, я как бы, я могу себе позволить, все, я заплатил, зашел, стою, писаю. Думаю, блядь, ну не на 200 рублей я писаю. Ну, на 60. Прям постараться 70 максимум, ебать. Ну, 200, это сразу надо Лонг-Айлендом херачить. Короче, все, закончил, выхожу, и за мной забежала женщина в кабинку сразу. Блядь, я, что, подумал, американский шпион, нужны мои биоматериалы. Потом смотрел, она забежала в следующую, в следующую, и я понял, она протирает оботок унитаза. У нее такая работа, представляете. Я вообще херел. Я думал, блядь, а на кого ты училась? Кем ты мечтал остать вообще? А потом я вспомнил, в какой стране живу, и понял, юрист. Право защитник, ебать. Все, друзья, спасибо! Друзья, всем привет! Спасибо, что посмотрели очередной фрагмент моих выступлений. Спасибо, что поставили лайк, что подписались и оставили комментарий. Больше чем из пяти слов. Вы же все знаете, вы же меня молодцы. Если не подписан, подпишись, дружище. Раз до конца досмотрел, ну что тебе там стоит-то уже? Все, уже начал смотреть, зацепила тебя, значит, биоматическая жилка какая-то. Так, по поводу дальнейшей истории, что будет дальше на канале. Скоро вернутся подкасты, мы их немножко пересобрали. Теперь у нас с Володей будут, наверное, гости. В большинстве своем. Когда-то мы все вдвоем, но чаще всего будем с гостями. Сказали, что только гости привлекают аудиторию. Нужны медийные гости, буду кого-то собирать. Может написать, кто вам интересен, как вы думаете, из моих знакомых. Абрамово не пишите, я и так знаю, что он интересен. Так, и возможно будут дальше влоги, но непонятно, не особо вы их смотрите. У меня есть, я записывал влог, как мы писали юбилей винокура. Того самого взрослого, которому недавно дали какую-то супер награду. Я забыл. Орден какой-то вручили ему. Вот, там были и Киркоров, Пасков, ну, поколение того винокура. Здесь вам интересно посмотреть за кулиси, напишите, интересно. Я его соберу в вашем снятку, он этот смонтировать, в принципе, несложно. На этом пока все, друзья. Спасибо, что смотрите еще раз. Всех обнял, все, что можно вам, низкий поклон. Хорошего лета, у вас осталось немного, но еще что-то есть. Лайк, комментарий, больше, чем пять слов, подписка. Колокольчик поставь и отправь другу, другу, подруге, мужу, жене, кому угодно. Потому что, говорят, алгоритмы ютуба, они видят, что кому-то пересылают видосы, значит, хороший видос. Он его предлагает другим людям и будет счастье мне и вам в карму. Плюсики огромные, вот такие.